Всем привет, с вами Ванделей, и в предыдущем ролике мы снова обсуждали билдоту Oblivion Lost, проекта из которого после родился сталкер. В том числе мы смотрели тестовые уровни данного проекта, среди которых имеются и наработки по сталкерской концепции, в том числе самый первый вариант кордона, созданный весной 2002-го. Здесь как нельзя лучше прослеживается влияние крымской концепции, я имею ввиду гористую местность, ограждающую игровую зону, даже фабрика расположена на вершине. Имеется еще более необычный вариант кордона, в котором фабрика находится не на горе, а в низине. Роль прохода под насыпью выполняет вот такая труба. Уже готов проход под мостом. Никаких зданий и построек, за исключением фабрики, на локации еще нет. На границе кордона поставлен забор. Обратите внимание на дорожный знак, рядом с еще не поваленным мостом. И небольшая прогулка по железнодорожным путям. Конечно же, непривычно видеть родной кордон в стиле ацтековской концепции. В более привычном сталкерском виде, кордон предстает в самом первом билде сталкер Обливиан Лост. Билде 1114. Собранном 19 мая 2002-го. И это тот самый первый билд сталкера. Напомню, что до этого проект назывался Обливиан Лост. Без заголовка сталкер. Сборка была собрана для конференции Е3, проходившей 22-24 мая в Лос-Анджелесе. На этой выставке передовой отряд GSC встретил самого Джона Ромеро. Что забавно, в 99-м году GSC на полном серьезе разрабатывали игру Doomcraft. В 98-м ПЫС уже выпустила Warcraft 2000 Nuclear Epidemic. Вариант Warcraft 2 с инопланетянами и ядерным оружием. О да, тот самый суровый пиратский геймдев. По типу Чипа и Дейла во Вьетнаме. Новый аналогичный проект Doomcraft задумывался как вариация Warcraft'а, но с персонажами Doom'а. Если верить информации из инета, достоверность которой, впрочем, проверить затруднительно. На выставке Милия 99-го Григорович решил продемонстрировать Warcraft 2000 и Doomcraft автором серии, компаниям Blizzard и ID Software. Blizzard от наглых демонстраций украинских версий Warcraft'а попросту офигели, а представители ID Software и вовсе не приехали. В конечном счете, разработка Doomcraft была свернута, а GSC вышла на легальный рынок. Так что есть что-то забавное в том, что спустя три года разработчики из GSC сделают фотографию с Джоном Ромеро, представляя проекты совершенно иного уровня. Вернемся к билду 1114. Кордон в этой сборке имеет техническое название Escape Coan of Rot. Coan это никнейм Алексея Сытьянова, а созданием кордона занимался Сергей Карма-Кармальский. И как вы понимаете, Карма решил прикольнуться над Сытьяновым, назвав локацию Coan of Rot. Карме, кстати, на тот момент было всего 20 лет, а в GSC он вообще пришел в 17. Фабрика здесь все так же располагается на горе. Проход под железкой, все еще представляет из себя трубу, а также до сих пор не завезли ни деревню, ни полноценные КПП. Зато изменилась световая гамма, появилась растительность и в целом данная локация уже невероятно атмосферная. Кроме этого, обратите внимание на задник уровня. На горизонте маячит город Припять и сама ЧАЭС. На территории фабрики лежат коробки. Самые каноничные текстуры Сталкера. Это текстура от принтера Кэнон, которую подправили и превратили в Кэппл. Вадим Вадянчикус в Zone Chronicles умудрился найти первоначальную коробку от принтера, с которой и была создана эта текстура. На нее, кстати, наложили еще какое-то изображение. Обратите внимание на то, как поворачивается главный герой. Сперва поворачивается верхняя часть тела и только затем нижняя. Лицо у нашего персонажа прям офигевшее. Он явно впервые в билде и не представляет, что ему делать. Стрелок держит пистолет на манер автомата и ловит приход, когда мы начинаем передвигать персонажа. Его глаза из-за этого совершают криповые движения к приносице. В этой же сборке имеется локация ЛЭСТ, которую после назовут НИИ Медприбор, а после переименуют в НИИ Агропром. На обеих локациях билда нам доступны следующие виды оружия. Пистолет, билдовский калаш, FM-2000, LR-300 и миниган. Оружие используют звуки стрельбы из Counter-Strike. На калаш присобачен какой-то непонятный подствол. Также имеется рендер, где калаш представлен без него, а также с глушителем. На скриншоте для прессы виден вариант со сложенным прикладом. Помимо данных пушек, в билде имеются неиспользованные файлы дробовика протекта. Интересно и то, что было создано несколько вариантов ножей. Но ни в одном из имеющихся у нас билдов данные ножи, увы, не встречаются. Кстати, релизный нож срисован не с отечественного, а с американского М9. На нем имеется надпись Prof.Made, говорящая о том, что сбацил этот нож Prof. Прохоров. Игрок видит эту надпись зеркально отображенной. Поговорим о наших противниках. На той локации, что в будущем станет агропромом, во-первых, нас атакуют военные. Те самые, с техническим обозначением Джеффли. Они носятся как ужаленные и не оставляют шансов игроку без годмода. Также они куда больше напоминают каких-нибудь космических десантников, чем украинских военных. Потому что перешли в билд прямиком из Обливиан Лост про будущее. Помимо военных, нас атакуют множество крыс и зомби. Сама идея зомби в аномальной зоне появилась еще в пикнике на обочине. В произведении Стругацких ожившие мертвецы, бесцельно блуждающие по зоне, именуются муляжами. Однако в пикнике была абстрактная зона. А в Сталкере Джей Си – Чернобыльская зона отчуждения, где жили настоящие люди. Так что по этическим соображениям, в релизной игре зомби не встречаются. Давайте прочтем описание зомби в дизайн-документе за апрель 2002-го. Зомби – это люди, которых взяли под контроль разумные болота. У зомби нарушены жизненно важные функции. Личность практически отсутствует. Зомби – это человеческое тело с плохой координацией, которое совершает полубезумные действия. Увидев Сталкера, зомби направляется к нему. Зомби могут падать с большой высоты и продолжать движение. Контролеры собирают зомби на крышах, а когда появляется жертва, приказывают зомби упасть и атаковать. Заметив врага, зомби передает сообщение контролеру и ждет от него приказа. Пока не будет отдан приказ, зомби будет стоять и смотреть на врага. Зомби напоминают ожившие трупы людей, иногда голые, иногда с остатками одежды. Чаще тощие, а не опухшие. Если зомби не контролируется, он может следовать за Сталкером, не нападая. Солдаты-зомби могут подбирать оружие и использовать его. Также имеется перечень видов зомби. Зомби-военный Сталкер, зомби-сталкер, зомби-женский сталкер, зомби-ученый и зомби-старик. Помните поездку разработчиков в зону отчуждения? Присмотритесь к той форме, которая была выдана им для посещения зоны отчуждения. А теперь посмотрите на зомби. Верно. Пысовцы срисовали одежду зомби с этой формы, которую им выдали во время экскурсии. Во время которой, кстати, они познакомились с заместителем технического директора по безопасности ЧАЭС, Александром Новиковым. С него разработчики хотели срисовать одного из персонажей, однако тот не был реализован. И потому уже в чистом небе была предпринята вторая попытка. И с тех пор все мы помним техника Новикова. Также при взгляде на этих зомби возникает вопрос. Джейси на полном серьезе сделали зомби-ми сотрудников ЧАЭС? Или же это сами разработчики, не вернувшиеся из своей поездки? Ну а если без шуток, то скрытый смысл в такой текстуре одежды вряд ли имеется. И используется такая форма не только для зомбей. Обратите внимание на вот эти нашивки. Такими нашивками наградят сталкеров нейтралов. И не только их. Мало кто замечает, что на халат ученых нанесена та же самая нашивка. Просто ей поменяли цвета. Замоделил этих зомби Руслан Коновальчук. Также он создал вот таких военных для Обливиана Лоста. Но в сборках они не встречаются. А также крыс. И два варианта врага известного как Корпус. На данном рендере он подписан как Торс. Этот противник уж слишком напоминает врагов из серьезного Сэма. Корпус не встречается ни в одном из билдов. Как вы помните, сперва, когда только определялась концепция игры, сталкер и вовсе планировался игрой футуристичной. Про 2036 год. Насколько я понимаю, именно под эту концепцию была создана зарисовка данного мутанта, имеющего механические вставки. Когда сталкер перестал быть про сайфай, от кибернетических частей отказались. Враг был замоделен, а после и вовсе отброшен. Корпусов попытались восстановить в некоторых модах. Интересный факт. У корпуса не просто так нет головы. Вместо нее, по одной из задумок, предполагалось наличие паразита, который мог даже переброситься на игрока. После чего мы могли вылечиться только в научном лагере. Это уже из идеи от 2003 года. А здесь вы видите таблицу, в которой упоминаются собаки с подобным паразитом. Но это все нереализованные идеи. А вот зомбиами занялись плотно. Обратите внимание, после смерти зомби принимают ту самую позу, в которой впоследствии будут сидеть статичные тела на локациях. Еще в дизайн документе, к которому я ранее обращался, представлены рендеры Бюрера без одежды и первоначальные рендеры псов. Наконец, в ресурсах билда 1114 можно найти дом на колесах, который представляет собой в прямом смысле дом на колесах. Это автобус с окнами из дома. И, кстати, в этих окнах видны деревья. Убирать отражение оставшейся с реальной фотографии не стали. Одной из первых локаций проекта, наряду с кордоном, является завод Росток, который, как и кордон, начал создаваться в конце февраля 2002. Наработки того года не сохранились в полноценном виде, поэтому у нас нет самого уровня, но имеются объекты с него. И сейчас вы наблюдаете материалы по Ростку того периода разработки, скомпилированные админом дискорд-канала LabX8, за что ему большое спасибо. Завод Росток — это реальный завод в Киеве, и именно на его территории, в одном из зданий и располагался офис GSC. Как известно, чтобы создать игровую версию Чернобыльской зоны отчуждения, разработчики совершали поездки в ЧЗО. Однако действительно гениальным было решение воссоздать сам завод Росток и перенести его в Чернобыльскую зону. Ведь зачем куда-то ездить, если вы уже находитесь в таком атмосферном месте? Воистину, создать игру, подобную сталкеру, можно только если ваш офис находится на территории раздолбанного завода, оставшегося от советских времён. Кстати, до развала Союза завод назывался ТОЧ-Электроприбор, и если вам в руки, скажем, попадётся амперметр с вот таким значком, знайте, он был собран на том самом Ростке, который не дожил до релиза Тени Чернобыля. Заглядывая далеко вперёд, отметим, что воссозданный завод заменит на другую локацию, с непривлекательной индустриальной застройкой, а изначальный завод попадёт в игру в качестве мультиплеерной карты со множеством изменений, которые напрочь убили атмосферу первоначальной версии. А вот реальные фотографии команды GSC на заводе Росток в сравнении с ракурсами локации, отснятыми в моде Oblivion Lost Remake. ГОДОБИН ГОДОБИН БОДОБИН Кстати, раз уж мы заглянули на росток, скомпиленный на LabX8, давайте посмотрим и все прочие скомпиленные уровни, так сказать, чтобы не оставлять пробелов. Ещё раз большое спасибо билдоману, который всё это дело собрал и выложил для нас с вами. Итак, уровень 2001 года, для тестирования Неписи, с лабиринтом и проходом под землёй, мы уже видели его в предыдущем ролике. Двухэтажная постройка с винтовой лестницей, также для тестирования НПС. Тест высокополигональной модели, это автомобиль внутри сферообразного помещения. Тестовый уровень с башкой, его я тоже уже показывал, но он мне так нравится, что давайте полюбуемся ещё. Левел 7 тест, как оказалось, пошёл в дело и используется на одном из уровней Firestarter, другой игре GSC. За предоставленные скриншоты спасибо Денису Кавилашвили. Какое-то ржавое техническое помещение, просто один из рабочих объектов. И локация с подземным туннелем. И все эти черновые материалы созданы ещё до билда 1114, и может быть не совсем к месту показывать их в данном обзоре, но больше их впихнуть было некуда, а в принципе это же довольно интересно. И на этом моменте подходит к концу первая часть разбора самых первых билдов Stalker Oblivion Lost. Обзор последующих сборок ждите в новых роликах. Также доношу до вашего сведения, что не так давно в группе Zone Chronicles состоялся большой слив недоступных нам ранее материалов по Stalker периода 2002-2004 годов. Самые интересные моменты из этого материала разбирались в постах моей группы ВКонтакте, ссылки будут в описании. И конечно же большое спасибо порталу Zone Chronicles, опираясь на который я и сделал данный ролик. Спасибо за просмотр, с вами был Ванделей, увидимся в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok